Уже полмесяца управляющие компании работают в новом режиме по лицензиям. Изменилось ли качество предоставляемых услуг жильцам подведомственных домов и куда обращаться, если коммунальщики недобросовестно относятся к своей работе, расскажет Алена Валей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В их управлении стало больше, а вот в остальном отличий, по словам генерального директора компании, нет. Лицензия была придумана в нашем правительстве для недобросовестных управляющих компаний. По моему мнению, чтобы управляющие компании должны быть управляющие государственными, чтобы контроль со стороны государства за государственными деньгами был более тщательным. В целом по стране лицензии не смогли получить более полутора тысяч управляющих компаний. В нашем регионе цифры намного скромнее – всего шесть. Ну а тем, кто документ смог получить, теперь главное – его не потерять. Ведь аннулируется лицензия во всех регионах, где работает эта фирма. И создать новую у руководителя не получится. Его имя попадёт в федеральный чёрный список. Для того, чтобы проблем не возникло, необходимо выполнять все условия договоров с жильцами. Сейчас проверок будет немножко поменьше, но они будут более эффективными. Раньше, как было, что управляющая компания, когда допускает какие-то нарушения в своей сфере, она получает административный штраф, получает предписание. Потом это предписание она, соответственно, смотрит. Если его выполнять очень дорого, допустим, для неё по финансам, она знает, что штраф за неполнение – 10 тысяч рублей, максимум 20. Сейчас такое не пройдёт. Если предписание не исполнено, жилинспекция выносит предупреждение. После второго этот дом снимается с управления. Если таких домов будет более 15%, то лицензия аннулируется. Проверки в том числе будут проводиться и по заявлению жильцов. Чтобы пожаловаться на плохую работу коммунальщиков, собственникам квартир необходимо обратиться в Государственную инспекцию строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного округа по адресу. Улица Ленина, 27В, офис 50. Алена Валей, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».